Всем привет! Я Алексей Макаренков, вы на канале 4Game, и сегодня мы поговорим о CODEBOCV, то есть о Call of Duty Black Ops Cold War. Вообще практически любую колду очень просто ругать. Серии уже 17 лет, и если считать все платформы, то на ней вышло уже больше 30 частей. Это естественно с учетом всевозможных переизданий, ремастеров, мобильных проектов, но все равно в районе тридцатки. Игра за это время обросла штампами, самоповторами, а главное сформировалось такое плотное сообщество хейтеров, которые не играют, но осуждают. А значит очень просто взять, обложить колду некрасивыми эпитетами, сказать, что она клон самой себя и все. Большинство будет счастливы, скажут, что ты молодец, и все разойдутся друзьями. Но у меня отношение к серии очень спокойное. Я не люблю и не ненавижу колду. Просто какие-то части мне нравятся, а какие-то нет. И вот что-то обусловлено объективными причинами, то есть там вполне конкретными геймдизайнерскими решениями, технической реализацией, а главное с сюжетом. А что-то сугубо личное и полностью предвзятое. И сегодня будет очень предвзятое мнение от человека, который играл почти во все части. И когда играл в новую колду, с одной стороны не смог отделаться от постоянного дежавю, там прескивю и прочих не самых приятных ощущений, но при этом и дозу фана тоже умудрился получить. В новый код есть миссия на Лубянке. И в диалоге после этого задания Хадсон говорит главному герою, у нас к тебе только одно требование, ты должен превзойти все наши ожидания. А ожидания очень многих игроков сформированы предыдущими частями колды. И как только авторы опускают планку, все, народ недоволен, нам уже не так интересно. Потому что мы помним Припять, мы помним ГУЛАГ, эмоции Резнова мы помним, мы помним покатушки на снегоходах, некоторые даже помнят первый вылет на шакалах. Ярких моментов можно накидать многие десятки. И разработчикам надо соревноваться с самими собой и со своими коллегами, которые тоже делают колду, чтобы в итоге не опустить уровень Голливуда и повествования в целом. Но при этом есть и другой очень интересный эффект. Если разработчики делают геймплей и сюжет в очередной части лучше, чем в предыдущей, то тут же получают кучу радости и положительных отзывов. Пэл, слушай, постарайся вспомнить. Мысленно вернись во Вьетнам. Последний раз. Надо закончить начатое. Итак, для начала про однопользовательскую кампанию. У нас холодная война. События развиваются между сюжетами Black Ops 1 и Black Ops 2. Плюс немножечко захватили Вьетнам, то есть конец 60-х. Правительство США неожиданно для себя выясняет, что советский агент Персей хочет одним махом решить исход противостояния Союза и Штатов. И чтобы противостоять ему, формируется команда, которой руководит Тадлера и в которую входит некоторые уже хорошо знакомые вам персонажи. Там Мэйсон, Хадсон и Вудс. А мы выступаем в роли агента Бэлла, про которого мало что известно. И в целом это такой кастомный персонаж. Мы можем выбрать его предысторию, пол, черты характера и место предыдущей службы. И все это чуть-чуть повлияет на происходящее в игре. А дальше все на самом деле по старинке, хотя некоторые почему-то преподносят игровой сюжет как нечто очень свежее и новое для серии. В Западном Секторе вообще сплошь и рядом такое. Видимо дело в том, что многие из тех, кто сделал обзор на Cold War, не играли во всей части Колды, либо просто прошло слишком много времени и некоторые вещи подвыветрились из памяти. По факту у нас есть сквозной сюжет, то есть основные миссии нанизаны на единую нить повествования, и мы проходим их в строгой последовательности. Это как бы стандарт для всей серии. Плюс у нас есть хаб, где мы оказываемся после каждой миссии, беседуем с нашими соратниками, выясняем про них всякие интересные и не очень интересные детали, и как бы готовимся к следующему заданию. Хаб почему-то тоже многие преподносят как нечто уникальное для серии и сравнивают в основном с Вольфенштайном. В духе вот разработчики подсмотрели идею именно там. Это конечно не так. Вспомните, например, Infinite Warfare, и там же, кстати, были необязательные дополнительные миссии, как и в Cold War. Правда, в Cold War есть одна интересная добавка. По ходу прохождения мы можем собирать на миссиях различные улики, и успешность прохождения вот как раз дополнительных заданий будет зависеть от того, насколько правильно мы решим головоломки из этих самых улик. То есть миссии можно проходить в любом случае, но вот правильно или нет мы выполним задание, будет зависеть именно от сообразительности и сбора улик. Ну, либо от умения пользоваться Ютубом. Ты ему веришь? Ха! Тебе не меня надо спрашивать, Блэк. Сами задания для серии очень клишированы. Тут нет ничего, чего бы не было в предыдущих частях там. Снайперские миссии были, полеты на вертолетах были, езда на джипах с перестрелками была, стелс-миссии вообще сплошь и рядом, стелс-миссии с каким-то таким разветвленным в рамках конкретного задания сюжетом и, соответственно, простенькой реиграбельностью тоже были. Тут, кстати, вообще забавно, потому что миссия на Лубянке – это такая навороченная калька с миссией в особняке в Call of Duty WW2. Даже структурно все очень похоже. Но сделано при этом умнее, с большим числом вариантов и крутыми микросюжетными поворотами. То есть эту миссию реально прям интересно проходить несколько раз. Единственное, вот не помню, была ли в сюжете предыдущих частей езда на радиоуправляемой машинке с взрывчаткой, потому что эта машинка была в мультиплеере, и в голове уже так все перемешалось, что я действительно не помню, был ли похожий момент раньше в рамках сюжета. Если помните, напишите, пожалуйста, возможно, я какой-то совершенно очевидный момент забыл. Но если не было, то вот, это единственный момент из Call of Duty, которого раньше в компаниях колды не встречалось. При этом Call of Duty очень умело и быстро ротирует геймплей. Вот вам стелс, вот вам снайпинг, вот вам просто пострелушки, вот вам заезды, вот вам полеты, вот вам немножечко сюра в конце. И каждый такой эпизод, кроме Лубянки, просто зверски короткий. На предпоследнем уровне сложности я пробежал всю компанию за 5 часов, даже, по-моему, чуть меньше. И это еще с детальным изучением миссии на Лубянке. А знакомый, с которым мы все время колду обсуждаем, вообще прошел все, по-моему, за 4 часа 20 минут. И вот когда побежали титры, я сидел и обтекал ровно от двух вещей. Во-первых, от того, что вот так мало, опять же, могу ошибаться, но кажется, это самая короткая кампания из всех Call of Duty, где кампания вообще была. А во-вторых, именно из-за краткости, вот все штампы, которые использовали разработчики, воспринимаются вполне нормально. Сюжет — традиционная гротескная клюква, причем клюква, на удивление, правильная. Cold War не пытается, как вот прошлогодняя Modern Warfare, выглядеть таким серьезным недосимулятором войны. Она оттягивается по полной. Тут Горбачев и Кравченко сидят за одним столом с Захаевым. И вот, кстати, да, вы все правильно сейчас поняли, Cold War сливает вселенную Black Ops и Modern Warfare. А как к этому относиться, вот решайте сами. При этом отрицательные персонажи здесь ведут себя так, гротескно-отрицательно, бравые ребята из ЦРУ и других спецслужб вычурно-патриотичны. В общем, в игре, как и в предыдущих Black Ops'ах, ни на секундочку не сомневаешься, что находишься в цирке. И в цирке, на удивление, неплохо. Баланс между вот якобы серьезной такой миной и отвязной подачей соблюден. А теперь заткни хлебало и иди в ту комнату. Но есть еще один интересный момент. Помните историю про Modern Warfare 19-го года и серую мораль? Как ее в итоге не оказалось, причем настолько, что даже западная аудитория начала кидаться в разработчиков урин с держащими тапками. Так вот, внезапно серая мораль есть в Cold War. Если не играли, но планируете, сейчас будет спойлер. Дорогой монтажер, поставь, пожалуйста, плашечку спойлер. А вы, ребят, можете вырубить звук и аккуратно промотать до места, где плашечка пропадет. Пора покончить с Персеем. Раз и навсегда. Так вот, по сюжету бомбы, которые заложены по всей Европе и которые нам надо в итоге обезвредить, внезапно заложили Штаты. А главного героя, группа, в которой мы состоим, использовала в темную, поработав с его памятью. И в конце игры у нас есть сюжетная развилка, где нам надо решить, на чью сторону мы встаем. И внезапно, вот после того, как сюжет повернул вот таким вот образом, действительно понимаешь, что игра совершенно не подталкивает тебя сделать выбор за вот веселых парней, якобы несущих мир всему миру. Разработчики очень четко и осознанно ставят перед нами эмоционально почти равнозначный выбор. Твои вот якобы соратники в этот момент вообще не выглядят хорошими пацанами. Они выглядят натуральными скотами и предателями. И это в игре, которая обыгрывает все в гротеске, с преувеличением и вот с той самой клюквой. Внезапно именно эта игра почему-то действительно дала ощущение серой морали, а вовсе не модерн ворфы, где это преподносилось как одна из главных особенностей. Обычно в ковде вот просто кто-то из героев, с кем-то большую часть сюжета шел вместе, оказывается предателем. Но вот чтобы полностью изменилось эмоциональное отношение ко всему делу, за которое ты сражался в большую часть геймплея, такое встречается очень и очень редко. Я уж даже хотел сказать, что такого вообще не было, но все же было. И на более даже высоком уровне. Вот с точки зрения серой морали, для меня самым лучшим сюжетом был сюжет Black Ops 2. Если вдруг забыли, то там на протяжении всей игры, с точки зрения повествования, главным героем был внезапно антагонист Минендос. Именно вот его эволюция была прописана с максимальными деталями. Всю игру нам объясняли и показывали, почему он стал таким. И я сейчас озвучу, наверное, не очень популярную точку зрения, потому что вот Call of Duty просто вот из-за жанровой принадлежности многие относятся к такому, очень дешевому аттракциону. Но в Black Ops 2 сюжет был прописан на очень высоком уровне. Если внимательно за ним следить, то вот все выборы, которые предлагала игра, были весьма себе непростыми. Да, многие вот просто их прокликивали, не задумываясь о том, к чему это приведет. Но если задумываться, то в Black Ops 2 разыгрывалась очень мощная драма. Так вот, в Call of Duty этот подход тоже чувствуется, но в меньшем объеме, не так акцентированно, но вот за счет меньшей продолжительности игры более понятно, потому что в голове надо держать меньшее число сюжетных поворотов. Этим, думаю, в основном и обусловлены вот высокие оценки от прессы. Народ уже забыл, что так тоже можно делать. А вот что так и даже намного лучше уже в рамках серии было сделано, забылось. И разработчики просто сделали то, что уже было и раньше, и было сделано хорошо. И получилось не лучше, но неплохо. Собственно, больше и сказать-то особо нечего. Неплохой, но не дотягивающий до первых Black Ops'ов сюжет есть. Разнообразие геймплея есть. Неплохо, но не гениально прописанные герои тоже есть. Супер вау эффекта при этом нет, но вот просто концентрированное ощущение угара, динамики и хорошо расставленных акцентов с неплохим таким твистом в конце есть. Так что вот с моей точки зрения сюжетка получилась не супер крутой, но мне она хорошо запомнилась, и я ни разу не пожалел, что потратил на нее ровно один вечер. Но вот если вы берете колду только ради сюжетки, то не забывайте, что она прям очень короткая. Фулл прайс ААА игры за несколько часов сюжета, ну как бы такое. С нынешними ценниками внезапно об этом моменте тоже приходится сильно задумываться. Если бы я не планировал играть в мультиплеер, я бы посчитал, что меня обделили. А теперь давайте поговорим как раз про мультиплеер. Я плотненько играл в него в рамках бета-тестов и хорошенько так прокачался после релиза. Сначала прямо очень личные ощущения. По динамике, по взаимодействию с окружением, по ощущению от ганфайта, для меня Cold War это такой недовозврат в сторону второго Блэк-Опса. Здесь все быстрее, чем в Modern Warfare, При этом значимость стрельбы в прицеле на ближней и средней дистанции ниже, то есть намного чаще можно просто проспрейть. То есть здешние вот по стрелушке это такой аркадный колдаст-стайл, а не более тяжеловесный и размеренный НВ прошлого года. Но вот что меня зверски расстроило, так это общее невнимание к мелочам. Почти на всех картах у меня абсолютно все время были дикие проблемы с видимостью и фиксированием на противниках. Как я не играл вот с настройками графики, как не настраивал дополнительные видевские фильтры, уровни сливались в такую единую массу. Постоянно пляшущие тени и подгружающиеся текстуры, где-то дикие засветы, где-то куча просто мелких объектов, и разглядеть в них врага очень сложно. По сравнению опять же с МВ очень ущербной и топорной анимацией. Да даже вот просто уровень проработки меню слабый. В МВ были классно там подобранные шрифты, хорошо расставленные цветовые акценты, а в Cold War каша и мешанина. И вроде бы меню это такая ерунда и мелочь, но вот даже оно показывает, насколько мало времени разработчики уделили полировке. Но это только вершина айсберга. Про NetCode я думаю вы уже много читали в новостях, как и в четвертом Black Ops на старте, как и в МВшке он кривой. Там стак дэмэдж полный рост, нефиксирующиеся попадания, и все это немножечко сглаживается достаточно большим ТТК, но сам по себе большой ТТК, как вы понимаете, при этом не позволяет вам, например, в одиночку выносить двух и уж тем более трех противников за раз. Вас просто перестреливают. А учитывая, что сейчас все носятся в игре с совершенно имбовым МП5, игра буквально вынуждает вас играть менее агрессивно. Ну и отдельный разговор про СБММ, то есть про систему матчмейкинга по скилу. У меня сложилось впечатление, что в Cold War она еще более жесткая, чем в Modern Warfare 2019 года. То есть границы вот сверху и снизу по скилу еще сильнее сузили. И приводит это к очевидному результату. Если вы специально не сливаете раунды, то вас постоянно кидает в катки, где вы будете потеть, откладывать кирпичи и превозмогать изо всех сил. И иногда это вроде бы круто, потому что позволяет прогрессировать, но вот случайных раундов, где вам попадается достаточное число противников слабее вас, когда можно расслабиться и просто немножечко поугарать, в Cold War практически нет. Вам нужно постоянно быть в тонусе. И по факту это снижение вариативности ощущений от геймплея. Ну, либо надо осознанно сливать несколько каток, чтобы вас гарантированно закинуло к нубам. Но и тут вас закинет именно в катку, где все нубы. И тоже будет не особо интересно. Когда СБММ вот в текущем виде в серии вообще не было, тогда каждый раунд был небольшим сюрпризом. Вас могло кинуть в игру, где много нубов, и вы расслаблялись. Могло кинуть, где их очень мало, и вы напрягались. А главное, регулярно кидало в катки, где вот что-то среднее. Кто-то нубит, кто-то батькует, и в итоге это порождало много интересных ситуаций. Там, условно, кто-то крутой убивает вас несколько раз подряд, и вы начинаете охотиться прицельно за ним, потому что видно, что он играет прямо круче, чем все остальные. Или наоборот, там вас заковыривает группа новичков, и вы мстите всем сразу. А теперь в каждой катке все примерно одинаково. И вот таких вот мелких интересных ситуаций просто нет. Прибавьте к этому не самые лучшие карты. В Cold War вот по сути те же тройные коридоры, но местами очень хитро замаскированы, и дополнительно еще и замусорены. Но при этом на картах внезапно часто встречаются такие локальные зоны лютых прям прострелов, через которые почти невозможно пробраться, если их контролит хотя бы один противник. И можно вот, конечно, говорить, что это должно подхлестывать командную игру, но я, например, воспринимаю это просто как ошибки геймдизайна. Я не какой-то суперспециалист в онлайн-шутерах, я просто много в них играю для обычного игрока. Если вы хотите значительно более профессиональное мнение, то лучше смотреть не меня, а ребят, которые играют много на полупрофессиональном или профессиональном компетитив уровне. Там Рекрента, Зомбируса, Клоза, кто там еще в Рутубе, точнее, в русском секторе Ютуба делает крутой контент по шутарам. Там Ламочки, Ряша, не знаю ли играет вот в новую колду Булзай, но он вроде бы там в Таркова активно вдарился, но если играет, то можно вот его посмотреть. Это игроки, которые проводят в мультиплеере шутанов несоизмеримо больше времени, чем любой общий игровой блогер или журналист. И просто вот из любого стрима с ними вы узнаете намного больше, чем у кого бы то ни было, потому что они раскладывают все прям по полочкам. А просто из блогера в Дрю хорошо все разбирал, что там не так с мультиплеером новой колды. Можете его посмотреть. А обычный игрок цепанет только несколько деталек и скажет, что вот в целом что-то не то. Я вот описал те вещи, которые заметил. И для меня что-то не то. Основной показатель для меня был, когда вот после 10 часов игры в мульт я к нему не привык. Вот знаете, как бывает там, возвращаешься в какой-нибудь супер старый шутан, сначала он кажется мега устаревшим, но если в нем все механики собраны как надо, то буквально за 2-3 часа привыкаешь и начинаешь шпилить в свое удовольствие. А в Коуд Во я не смог привыкнуть за 10 часов. Для меня это прям показатель. А потом я вернулся в Модерн Ворфе и испытал, ну, чуть ли что не экстаз. Настолько она приятнее играется. И это при том, что МВ сама по себе проблемная игра, там куча косяков, но вот на фоне Коуд Во она играется в разы лучше. И я безумно рад, что Варзону оставили старую и не стали ничего в ней ломать. Если вдруг не в курсе, Варзона это теперь по сути отдельный проект, и войти в нее можно и из МВ, и из Коуд Во. Но вот в целом, при этом, я видел уже много людей, которым мультиплеер Коуд Во внезапно понравился. Так что решайте сами. Спокойно. На этом задании у нас будет поддержка с воздуха. Справимся без проблем. Полноценной финальной оценки не будет, потому что однопользовательская компания, несмотря на огрехи и малую продолжительность, для меня вполне себе тянет там на 7,5, может быть даже на 8 баллов. Она яркая и хорошо запоминается. А вот мультиплеер, это что-то в районе, наверное, 5-6 баллов. Ситуация, когда можно там поиграть на безрыбье, но совершенно не хочется долго там сидеть, развиваться и переходить туда из той же МВшки. Спасибо большое за просмотр. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. И пишите, что думаете про новую колду. Понравилось, не понравилось, играли, не играли. Все комментарии мы читаем и иногда отвечаем. Еще раз спасибо и до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok